всех приветствую это канал александр котов викинг музыки и сегодня у нас с вами опять рубрика играют мои подписчики уже пора эту рубрику называть играют виртуозы чемпионы мира о как да товарищи сейчас мы с вами в этом убедимся и так сегодня у нас новый участник аккордеонист валерий шахназаров давайте поприветствуем валерия валерий ученик восьмого класса детской школы искусств номер 5 имени пономарева город краснодар ученик заслуженного артиста кубани лауреата всероссийских и международных конкурсов перелевского константина анатольевича валерий лауреат 2 степени международного конкурса имени анатолия кусякова лауреат 3 степени конкурса петропавловский ассамблеи дважды стипендиат фонда новые имена лауреат 1 степени международного конкурса жемчужина кубани а недавно проходил открытый чемпионат россии по аккордеону и баяну 2024 год так вот валерий занял первое место давайте еще поаплодируем валерию ссылку на страницу валерия я оставлю в описании к этому видео сейчас давайте посмотрим как же все-таки играет валерий на аккордеоне и так прозвучит знаменитое произведение луи феррари домино в обработке валерия кофтуна в исполнении чемпиона россии можно сказать аккордеониста виртуоза не побоюсь этого слова валерия шахназарова пожалуйста а КОНЕЦ 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 Спасибо большое, Валерий. Давайте поаплодируем. Да, молодец. Удивил своей игрой, я хочу сказать. Обратите внимание и штрихи, какие четкие, и скорость, и динамика присутствует, выразительность, эмоциональность. Действительно, это присутствует. Это очень хорошо. Ну, я что хочу сказать. Валерий, если ты хочешь еще получше сделать записи, я имею в виду в плане самой съемки, то тебе все-таки надо, поскольку у тебя инструмент высокого уровня, тебе надо делать студийные записи. То есть на хорошее оборудование, а не просто любительские записи, там на телефон из зала. Это все равно качество самого видео, самого звука, оно теряется. Но и то, обратите внимание, даже при такой записи все равно слышны нюансы, слышны штрихи, слышны какие-то тонкие оттенки. А что бы было на серьезной профессиональной записи? Вот может даже хотя бы такой же микрофон, как у меня. У меня на канале есть видео про этот микрофон, я тебе могу сказать. Просто это USB микрофон, но хорошо записывает звук. Как бы уровень звука ставишь поменьше, чтобы на максимально громких нюансах у тебя не зашкаливал звук. И тогда у тебя микрофон точно поймает как тихие нюансы, так и громкие. Вот, только чтобы он не зашкаливал. А то иначе может так получиться, что ну не получится записать с нюансами. Там просто будет перегруз. Ну я думаю, ты знаешь. Вот, и делать записи на хорошем оборудовании. Потом можно там реверберации немножко добавить. Я вот у себя на канале обычно всегда добавляю немного реверберации. Но если в концертном зале, там конечно это и не обязательно. Ну ладно, Валерий молодец. Желаю тебе творческих успехов. Валерий, я так понимаю, планирует и дальше обучаться музыке, проходить все этапы музыкального образования. Давайте в этом Валерия поддержим. Пожелаем ему успехов. Спасибо, что захотел выступить на моем, так сказать, небольшом канале. Итак, а на сегодня пока что все. С вами был Александр Котов и Валерий Шахназаров. Увидимся на следующем видео. Я напоминаю всем подписчикам, что если вы хотите поучаствовать в рубрике «Играют подписчики», пишите мне лично ВКонтакте. Всем пока!